Здравствуйте! В эфире информационная программа «Эстафета новостей». Сегодня мы подводим итоги 2015 года. Итак, в ближайшие 25 минут вспоминаем о главных событиях. Явка избирателей на выборах президента Республики Беларусь в нашем регионе составила более 90%. В июле делегация Гомельской области посетила международную выставку «Экспо» в Милане. В августе прошли праздничные мероприятия, посвященные 90-летию создания Гомельской епархии и 25-летию ее возрождения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За несколько минут до открытия участка, в основной день голосования, 11 октября, все члены избирательной комиссии вместе с аккредитованными наблюдателями подходят к урнам для голосования. Их опечатывание – обязательный процесс. Причем в этом году впервые на Гомельщине используются около 660 прозрачных урн. Это более удобно для контроля за ходом избирательной кампании. Среди тех, кто 11 октября первым пришел на участок, 86-летняя Полина Кулиннич. Говорит, что участие в выборах принимает всегда. И сейчас проголосовала за кандидата, который, как она считает, обеспечит мир и стабильность. На выборы прихожу всегда. Свой голос отдаю за нашу республику, за жизнь мирную в нашей Белоруссии. Председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник голосует на 26-м участке. После того, как выбор сделан, он встречается с молодыми людьми, которые пришли на избирательные участки впервые. Поздравление от имени областного исполнительного комитета с пожеланием работать на благо Беларуси и сувениры на память паспорта Гомельской области. Я, как и любой гражданин Республики Беларусь, согласно Конституции, и считаю своим долгом обязан прийти сегодня на выборы и отдать свой голос за будущее нашей Республики. Поэтому я с удовольствием сегодня пришел на этот избирательный участок. Вместе с председателем облсполкома на участок приходит и вице-премьер Владимир Симашко. Говорит, что проголосовал в Минске досрочно, а на Гомельщине находится с рабочим визитом. Знакомится с ходом строительства и реконструкции крупных промышленных объектов. Сегодня экономика страны столкнулась с определенными проблемами, но в правительстве убеждены – это временные трудности. Кто-то, кто будет активным, кто будет создавать новые мощности, новое производство, осваивать новые продукты, работать над снижением себестоимости, конкурентоспособности, тот после кризиса будет, так сказать, еще лучше себя чувствовать. Поэтому я думаю, что кризис и рано или поздно заканчивается. Я так прогнозирую, что в мире такой прогноз есть, что где-нибудь в 2,5-е 16-го года, ну, в 17-е годы наверняка кризис должен закончиться. И тогда, я думаю, будет определенный бум, бум, так сказать, активности в экономике. И Гомельская область, как никакая другая, это почувствует на себе. Итоги избирательной кампании в регионе подведены на заседании областной комиссии по выборам президента Республики Беларусь. Согласно данным, в Гомельской области участие в голосовании приняли около 996 тысяч избирателей, или 90,44% от внесенных в списки. При этом 11 октября на участках находились 7300 национальных наблюдателей, более 50 представителей миссии СНГ, 42 ОБСЕ и 2 независимые международные наблюдатели миссии Альянс. На заседании областной комиссии за работу по подготовке и проведению избирательной кампании поблагодарили и членов избирательных комиссий всех уровней, а также избирателей, которые отдали свой голос за мирную, независимую и процветающую Беларусь. Убедительную победу на выборах в Гомельской области одержал действующий президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, за который отдали свои голоса 87,8% избирателей. На втором месте в области Сергей Васильевич Гведукевич, на третьем Татьяна Николаевна Короткевич, на четвертом Николай Дмитриевич Улахович. Все регионы области активно принимали участие в голосовании, но наиболее общейся от длительной цифры – это избиратели Наравлянского района. В этом году торжества в честь 70-летия Великой Победы собрали в Гомеле рекордное количество участников – свыше 150 тысяч человек. Праздник запомнился шествием, торжественным военным парадом, реконструкцией послевоенного города в Центральном парке, многочисленными концертами и, конечно же, отличным настроением. В этом году празднование Дня Победы в Гомеле началось на час раньше обычного. К 9 часам утра несколько тысяч человек пришли на Аллею Героев. Этот мемориал был открыт 3 июля 2014 года. Тогда, ко Дню Независимости, реконструировали братское захоронение воинов Красной Армии. Сегодня на Аллее Героев находятся останки более 130 солдат и офицеров, погибших во время освобождения города. Рядом установили стелы с фамилиями 38 героев Советского Союза и трех полных кавалеров Ордена Славы, уроженцев Гомеля и людей, получивших эти высокие награды в боях за Гомель. А еще через несколько минут участники митинга на Аллее Героев собрались на площади Восстания. Именно отсюда в Гомеле традиционно начинается праздничное шествие. В 2015 году оно было особенно массовым. Если в 90-х годах прошлого века участие в таком шествии принимало несколько тысяч человек, то теперь десятки тысяч. Колонна растянулась почти на полкилометра. Это примерно половина пути, которой необходимо пройти демонстрантам к мемориалу «Вечный огонь» – месту скорби и величия. Правда, по состоянию здоровья некоторые ветераны на этот раз решили приехать сразу к Вечному огню. Пока ждали колонну, успели обменяться воспоминаниями. В 550-й дивизии в батальонах осталось по 30-40 штуков только. Пока нет. Потому что четыре канавы. По-моему, четыре идут. И шпреи форсировали. И рейхстаг атаковали. Подростки истощенные все за войну. Но мы работали наравне со взрослыми. Тогда не было льгот, как сейчас, для неполноветних. Смену отработаем. После смены мы шли на разборку последствий войны. Военный парад всегда вызывает большой интерес у гомельчан. В областном центре он, разумеется, не такой масштабный, как в Минске. Но и здесь есть на что посмотреть. Кстати, вся техника, которая прошла по площади, действующая и находится на вооружении сухопутных войск белорусской армии. Посмотреть на технику, но уже военных времен, можно было и в Центральном парке. В соответствующую выставку здесь организовали сразу два клуба военной реконструкции. Гордость мундира из Гомеля и самоход из украинского Харькова. Желающих сфотографироваться с техникой и самими членами клубов было столько, что у последних не осталось ни одной свободной минуты. Обычно белорусские товарищи приезжали к нам на проведение парада в Киеве. В этом году есть определенные проблемы, сложности, поэтому они пригласили нас к себе. И вот мы приехали сюда всем клубом, здесь участвуем в этом мероприятии. 9 мая территория Гомельского дворцово-паркового ансамбля перевоплотилась в послевоенный парк. На аллеях военнослужащие в форме тех времен и гражданские, одетые в стиле начала 50-х. Плюс концерт у дворца Румянцевых-Паскевичей, в программе которого как песни военных времен, так и современные композиции. Это совместный проект дворцово-паркового ансамбля и телерадиокомпании «Гомель». И еще об одном событии, состоявшемся в музее дворца. Председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник, градоначальник Петр Кириченко и участник Великой Отечественной Алексей Пименов провели гашение конвертов, посвященных 70-летию Победы, специальным штемпелем, после чего оставили на них свои автографы. Сейчас это уже раритеты, которые будут храниться в музеях дворцово-паркового ансамбля, города Гомеля и музея облсполкома. 25 сентября на Белорусском металлургическом заводе состоялось знаковое событие – введение в эксплуатацию нового мелкосортно-проволочного стана. Этот объект внесен в перечень важнейших проектов по созданию новых предприятий и производств, которые имеют определяющее значение для инновационного развития страны. Он является ключевым в программе модернизации БМЗ и одним из самых масштабных за всю историю предприятия. Участие в знаковом событии принял президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Благодаря модернизации, проведенной за последние два года, завод увеличил потенциал сталиплавильного производства до 3 миллионов тонн в год. В ближайшее время годовой избыток блюма и заготовок состоит около 700 тысяч тонн. Именно такой объем будет перерабатываться на новом стане. Проект по строительству цеха и организации производства сортового проката является ключевым в программе модернизации БМЗ на эту пятилетку и одним из самых масштабных за всю историю предприятия. Новый объект позволит осуществить полную переработку литой заготовки и блюма, а также переход на выпуск продукции с большой добавленной стоимостью. Стан дает возможность увеличить ассортимент продукции при минимальной переналадке. Разработка технологического процесса и поставка оборудования занималась итальянская фирма «Даниэли». Это один из лидеров именно в выпуске и проектировании оборудования металлургической продукции. Поэтому и на данном проекте были учтены самые современные разработки, последние модификации. Это высокопроизводительный, высокотехнологичный стран. Стан полностью с автоматизированным технологическим процессом. Четверть новой продукции будет реализовываться в Беларуси. Остальная часть пойдет в Германию, Австрию, Нидерланды и другие страны. Налажены контакты с мировыми автомобильными компаниями. Глава государства дал старт работе Стана. А во время встречи с коллективом отметил, что внимание прежде всего следует обратить на вопрос реализации. Даже не реализации, а цену. Всего в мире цены серьезно упали, в том числе и на вашу продукцию. Мы, затратив почти 400 миллионов долларов на строительство этого цеха, нам надо разрешать кредит. И при такой низкой цене, и при такой высокой зарплате, как у вас, мы не можем обслуживать эти кредиты. Помочь с этим холдингу в первое время может выпуск долгосрочных облигаций. А задача БМЗ снизить себестоимость продукции в идеале на 25%. В итальянском Милане в рамках работы самой масштабной в мире универсальной выставки Экспо-2015 прошли дни Гомельской области. Напомним, в составе делегации юго-восточного региона Беларуси во главе с председателем облсполкома Владимиром Дворником находились руководители райсполкомов, крупных предприятий и холдингов. Во время пребывания участников Гомельской делегации в Милане были подписаны три соглашения о сотрудничестве с итальянскими партнерами. Также представители Гомельщины побывали на предприятиях по производству сыра пармезан и ветчины прошутто. Финальной точкой официальной встречи в Парме стало подписание соглашения между провинцией Парма и Гомельским облсполкомом о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Обо всем по порядку в нашем репортаже из солнечной Италии. Павильоны 140 стран-участниц занимают общую площадь около 200 гектаров. Национальный павильон нашей страны за время работы посетило более 270 тысяч человек. Во время открытия Дней Гомельской области здесь также многолюдно. В торжествах приняла участие и делегация Юго-Восточного региона Беларуси во главе с председателем облсполкома Владимиром Дворником. Я думаю, что сегодня хороший урок для всех нас. Мы все это увидели. И самое главное, руководители увидели вместе со мной. Поэтому я думаю, что успех будет. И вы видели, наверное, какой интерес у бизнеса Италии к нашей области и к тем товарам, которые мы сегодня представляли. Кстати, на территории области уже работает 9 предприятий с итальянским капиталом. Объем инвестиций из Италии в регион в прошлом году составил почти 17 миллионов долларов. По мнению бизнесменов, не первый год работающих на белорусском рынке, инвестировать в экономику страны в целом и Гомельской области в частности – это выгодно. Выбирали Гомель как место, где фиксировать и где ставить как раз наш центральный офис, наши деятельности в Беларуси по одной простой причине. Там было как раз самое большое количество предпринимателей между другими областями. И это первая причина. А вторая – потому что как раз это является такой интересной область, где как раз есть сильные связи с другими странами. Во время встречи делегации Гомельской области с деловыми кругами Италии в Милане состоялось подписание трех соглашений. Под одним из них между консорциумом «Соу энд Коу», агентством «Солидарита и Мерката» Италии и Гомельским облсполкомом свою подпись поставил губернатор нашей области. Парафирование соглашения о реализации инвестиционного проекта итальянской компании «Дрилмек» на территории свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» и трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Гомельским отделением торгово-промышленной палаты администрации СС итальянской компании «Фо-Консалтинг» подытожила официальную часть встречи. На следующий день делегация нашей области посетила Пармо. Между этой итальянской провинцией и пятью регионами Гомельщины взаимоотношения в социально-экономической сфере и туристической отрасли документально были закреплены осенью прошлого года. Также установились отношения между белорусскими и итальянскими фермерами. Заинтересованных представителей Гомельщины гостеприимно приняли в мэрии города и провинции Парма. В ходе встречи прозвучали слова благодарности от губернатора Гомельской области Владимира Дворника за помощь, которую оказали власти общественные объединения и жители Италии после Чернобыльской катастрофы. Мы очень благодарны итальянскому народу за ту помощь, которая была оказана после катастрофы на Чернобыльской аэрии. За то, что мы вам очень благодарны. Финальной точкой официальной встречи в Парме стало подписание соглашения между провинцией Парма и Гомельским облсполкомом о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Во время визита в провинцию Парма производители посетили традиционные предприятия по производству сыра пармезан и ветчины прошутто. Руководство предприятия по производству ветчины высказало пожелание приехать на Гомельщину с деловым визитом. 14 соглашений и протоколов о намерениях подписано во время 12-го экономического форума, который по традиции прошел в Гомеле. Их реализация позволит привлечь в регион более 260 миллионов долларов. К слову, основная задача форума – интеграция региона в мировую экономику и привлечение иностранных инвестиций. Участие в мероприятии приняли бизнесмены и дипломаты из 21 страны. Организаторы предложили им около 130 проектов. Какие сферы заинтересовали потенциальных инвесторов, узнаем из следующего материала. На форуме были озвучены проекты, которые будут реализовываться на Гомельщине с участием иностранного капитала. В Добружском районе планируется построить гидроэлектростанцию. В Калинковичах откроют многопрофильный аграрный комплекс. Еще один проект реализует украинский инвестор. Он зарегистрировал в свободной экономической зоне предприятие по производству сварочных электродов. Выступил генеральным партнером форума и озвучил планы по открытию еще одного предприятия. Мы в первую очередь подписываем инвестиционный договор о том, что мы будем строить новое предприятие. Это обработка гранитов в Рогачеве и Гомельской области. Заинтересованность в переработке рыбной продукции выразила делегация Перу. В Испании рассматривают возможности вложения инвестиций в белорусский строительный комплекс. Саудовская Аравия в качестве пилотного проекта выбрала строительство жилищного и развлекательного комплексов. Это торгово-жилищного комплекса. Естественно, там минимум будет пять кинотеатров взрослых и детских площадок. И, естественно, торговый центр. Строительство этого проекта – это начало компании «Лхануф». Дай Бог, дальше еще больше и больше. Есть много идей, которые в будущем будем реализовать обязательно. И мероприятие, которого раньше никогда не было в программе Гомельского экономического форума. Главы делегаций и представители Дипмиссии возложили венок и цветы к памятнику воинам-освободителям на Аллее Героев. 70 лет назад наши страны вместе ковали победу, результаты которой сегодня дают возможность дружить и сотрудничать. Итоги уборочной кампании в этом году подводили в Ельске. Там состоялся областной праздник тружеников села Дожинки-2015. Его основная цель – выразить благодарность всем, кто усердно и плодотворно работал на протяжении всего года. По традиции были награждены победители областных соревнований, те, кто достиг наивысших показателей на полевых работах. Тракторы и автомобили на областных дожинках в Ельске – это не просто техника, а подарки победителям. Несмотря на проблемы, связанные прежде всего с неблагоприятными климатическими условиями, в значительной части хозяйства достигнуты неплохие результаты. 242 экипажа намолотили более тысячи тонн зерна. Среди тысячников и почти 300 водителей. Победители областных дожинок в этом году определяли по четырем номинациям. Лучшее на уборке зерновых и зернобобовых, лучшее по заготовке кормов. Плюс две номинации по животноводству – Гомельский, Ветковский и Добрежский районы. На жатве они были действительно лидерами. Напрягать никого не приходилось. Даже замечаний было очень мало по уборке. С раннего утра до позднего вечера комбайнеров невозможно было с поля выгнать. Даже если дождь шел, стояли, обсыхали комбайны, обсыхал жнево и опять шли на уборку. Лучшее хозяйство по уборке зерновых – агрокомбинат Южный Гомельского района. Среди комбайнеров – Василий Коваль и Виталий Ильев из агрокомбината «Холмич» и Реческого района. Лучше на заготовке кормов работают в Гомельском и Ветковском районах. Перенимать передовой опыт работы в животноводстве можно в Мозерском районе. Аграрный комплекс Гомельщины в этом году свои главные задачи выполнил. Гарантирована продовольственная безопасность и наращен экспорт. Продукции произведено на 12 триллионов 600 миллиардов рублей. В этом году при всех климатических проблемах, которые мы сегодня имели, тем не менее 1 миллион 88 тысяч тонн мы получили. А если проанализировать работу вообще аграрного сектора в этом направлении и в этой пятилетке, то, конечно, приятно отметить, что область в целом имеет по 1 миллион 290 тысяч тонн ежегодно. Поэтому я думаю, что это для Гомельской области еще не предел. И мы с каждым годом должны и будем добавляться. В августе на Гомельщине прошли праздничные мероприятия, посвященные 90-летию создания Гомельской епархии и 25-летию ее возрождения. В двухдневной программе праздничная литургия, закладка нового храма, посещение приходов и монастырей. В торжествах приняли участие патриарши-экзарх всея Беларуси Павел и около 20 епископов из Беларуси, России и Украины. Все подробности смотрите далее в сюжете. Свою официальную историю епархия отчитывает с 1925 года. Первым епископом стал Тихон Шарапов, судьба которого, как и многих тогдашних священнослужителей, была тяжелой и трагичной. Через полтора месяца после его прибытия в Гомеле епископа арестовали. Следующие 9 лет он провел в тюрьмах и ссылках, откуда вел с гомельчанами активную переписку. В 1934 году епархия практически прекратила свою деятельность. Кстати, до развала Советского Союза власти успели закрыть на Гомельщине почти 60% православных храмов. Когда закрыли храм, меня крестили, священника на дому. И мать у меня была хростная сестра матери, а хростным была матушка. 20 июля 1990 года – еще одна знаменательная дата в истории гомельской епархии. Именно в этот день она была вновь восстановлена, а ее руководителем назначен архиепископ Аристарх. Свято-Никольский мужской монастырь, где сейчас находится его могила, в сопровождении архиепископов и епископов посетил митрополит Павел. Здесь владыка возглавил литию на могиле преснопамятного архиепископа Аристарха. После Никольского мужского монастыря архиереев встречали жители Ветки и Добруша. В течение двух дней во время своего посещения гомельской земли митрополит Павел не раз отмещал. Его сердце радуется тому, что сегодня православные храмы не пустуют. Люди имеют возможность свободно молиться, просить и получать по своей вере. И это, пожалуй, самое ценное, особенно если оглянуться в атеистическое прошлое. Мне хочется сегодня вспомнить добрым словом покойного владыку Аристарха, который стоял у истока Возрождения. Вспомнить сегодня и преснопамятного епископа Тихона Шарапова, который был первым полноценным епископом города Гомеля. Также хочется вспомнить и первого епископа векарного города Гомеля, который канонизован и пришли с ним клику святых новомучеников, владыку Митрофана Краснопольского. Второй день визита владыки Павла начался с праздничного богослужения на территории прихода, где строится храм святого мученика Иоанна Воина в Жлобине. Состоялся ищен закладки первого камня в основании будущего храма. В рамках празднования тысячелетия с того момента, когда ушел из жизни креститель Руси князь Владимир, по благословению епископа Гомельского и Жлобинского Стефана, ковчег с мощами равноапостольного князя Владимира принесен в города Гомельской епархии. Первыми поклонились святыни жители Жлобина. В этот же день архиереи посетили Свято-Успенский женский монастырь в деревне Казимирово Жлобинского района. На этом наша программа завершена. В студии работал Дмитрий Котов. Поздравляю всех с Новым годом, здоровья, удачи и только хороших новостей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова